МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На НТВ новости в студии Яна Леонтьева. Чтобы пушки молчали, нормандская четвёрка поддержала идею отвода орудий калибром менее 100 миллиметров в Донбассе. Хакасия в Трауре. Республика скорбит по погибшим в результате пожаров, пострадавшим обещана помощь. В полку прибыло более 10 тысяч жителей Владивостока. В День Победы готовится встать в строй бессмертного полка. И по расчётам Тьюринга, блокнот взломчика «Энигмы» продали с аукциона за миллион долларов. Сгоревшие в Хакасии дома будут восстановлены за полгода. Об этом заявил сегодня глава МЧС на встрече с жителями республики. Власти Хакасии уже пообещали, что при восстановлении домов люди смогут выбирать варианты из четырёх типовых проектов. Решается вопрос с обучением пострадавших от пожара детей. 900 человек, тех, кто вынужден временно сменить место жительства, перераспределили по другим школам. Уже даны поручения, касающиеся выплаты компенсаций. Каждый пострадавший получит по 10 тысяч рублей из федерального бюджета за утрату имущества, частичную или полную, в соответствии с требованиями нормативных документов. Каждый получит или 50 тысяч рублей, или 100 тысяч рублей. Дальше, по медицинским показателям, за вред и ущерб здоровью от 200 до 4 тысяч рублей. Поэтому у меня просьба быстро, оперативно, на местах оформить все необходимые документы. Сегодня в Хакасии день траура. По последним данным, в результате пожаров погибли 23 человека. На данный момент все очаги огня потушены. Сложная обстановка сейчас в Забайкале, где накануне сгорели десятки жилых домов, и погибли 3 человека. Чита окутана дымом от пожаров. В регион стянуты серьёзные силы МЧС. В частности, самолёты и вертолёты способны тушить огонь. Беспокойство вызывает и ситуация в Бурятии. За сутки там возникло 22 новых очага. Как сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства, несмотря на запрет сельхозпалов и объявленное штормовое предупреждение, люди продолжают сжигать сухую траву. Главы МИД нормандской четвёрки поддержали идею отвезти от линии соприкосновения на юго-востоке Украины танки и вооружение калибра менее 100 мм. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров, которые завершились несколько часов назад в Берлине. Встреча была посвящена реализации минских договорённостей от 12 февраля. Константин Гальденсвайк передаёт. По признанию самих участников из всех берлинских встреч министров иностранных дел стран нормандской четвёрки, это вышло едва ли не самой долгой, бурной и насыщенной спорами. Но итог обнадёживает. Этот список из нескольких пунктов не просто пожелания, а конкретный план того, что должно быть сделано в ближайшее время в Донбассе, чтобы свести военный конфликт на нет. Мы сегодня общались с представителями ОБСЕ. Они нам представили объективную картину того, что происходит. Нарушения, к сожалению, случаются с обеих сторон. И это отражается в ежедневных докладах миссии ОБСЕ. Мы в нашем заявлении призвали к прекращению любых инцидентов и к строгому выполнению того, о чём договорились лидеры, а именно о прекращении огня и отводе всех тяжёлых вооружений в соответствии с согласованным графиком. Согласно новым договорённостям, помимо тяжёлых вооружений, артиллерийских и ракетных систем, отвезены от зоны конфликта, теперь должны быть и вооружения калибром меньше 100 мм. Отдельно также упомянуты танки. Очередной раунд мирных переговоров на Вилли Борзик в Берлине проходит на фоне будто нарочно во обострении ситуации на востоке Украины и сообщений о новых убитых. Хозяин встречи Франк Вальтерштайнмайер при всей шаткости перемирия даёт понять, что отступать некуда, и вслед за прекращением огня пора осуществлять политические решения Минска-2. Полный обмен военнопленными, проведение выборов и амнистия на Донбассе, решение колоссальных гуманитарных проблем его жителей и ещё многое другое, что киевская страна пыталась до последнего отложить. Мы согласились, что наконец будут созданы 4 рабочие подгруппы. В последнее время с этим были задержки, поскольку не все стороны назвали своих представителей в этих подгруппах. Я исхожу из того, что на ближайшей, завтрашней встрече контактной группы имена представителей будут оглашены. И Украина тоже пообещала это сделать. Основная идея главы украинского МИДа Павла Климкина о введении на Донбасс Международного корпуса миротворцев в дополнение к и без того расширенной миссии ОБСЕ поддержки ни от России, ни от Германии, с Францией не получила. Сергей Лавров признавался, что на нынешней встрече звучало вообще много противоречивых инициатив. Но по итогам осталось главное. Вместо новых военных рецептов выполнение старых минских соглашений о мире. Власти ЛНР заявили, что всеми мерами будут сохранять режим тишины даже в случае провокации. О том, что они не прекращаются, сообщают и в ДНР. По данным Минобороны самопровозглашенной республики только за минувшие сутки перемирие нарушалось 60 раз. Один человек погиб, пять получили ранения. В самом Донецке, несмотря на обстрелы, идет генеральная уборка. Жители города хотят как можно скорее вернуть ему прежний ухоженный вид. Андрей Григорьев посмотрел, в каких условиях приходится работать. Тяжелая техника идет широким фронтом. На Донецких площадях и бульварах полно людей в форме. Но теперь это чаще всего вовсе не военные мундиры, а оранжевые жилеты коммунальщиков. Донецк всегда был чистым городом. Поэтому даже под обстрелом он должен оставаться чистым. Мы люди в своем доме убираем. В городе по-прежнему время от времени слышна канонада. Но на график уборки украинская артиллерия никак не влияет. Предприятие является каким-то барометром спокойствия. Потому что люди, допустим, звонят знакомые или просто незнакомые. Говорят, утром встаем, будит пылесос. Значит, жизнь идет. К уборке территории привлекают и местных жителей. В выходные и праздничные дни они организованно выходят на субботники. Рабочих рук в некогда миллионном Донецке сейчас катастрофически не хватает. Благоустройство идет полным ходом. И это не только потому, что приходится восстанавливать разрушенное. Весной всегда больше забот. После холодов нужно вымыть, покрасить, обновить сотни километров оград и тысячи дорожных знаков. Коммунальные службы здесь даже в дни самых массированных артобстрелов работали. Донецк всегда сваивался своей чистотой. А сейчас его ухоженность еще и символ мирной жизни, которая в городе постепенно налаживается. Единственное изменение стараются убрать все пока светло. Потому что ближе к ночи интенсивность огня украинской армии обычно усиливается. Не дают нам из-за этих обстрелов работать во вторую смену. Работаем только в одну смену. Первую смену и все. За все время военных действий из местных коммунальных служб ни один работник не уволился. Все трудятся в штатном режиме. И, возможно, во многом именно из-за этого Донецк, вокруг которого до сих пор не утихают бои, на прифронтовой город сейчас совсем не похож. Андрей Григорьев, Антон Щербаков, телекомпания НТВ, Донецк. Сегодня стало известно, что суд Кипра заморозил активы российского бизнесмена Сулеймана Керимова. И за что, спросим ведущего деловых новостей Дениса Талалаева. Это последствия долгого спора вокруг гостиницы «Москва». Окружной суд Никасии постановил заморозить активы Сулеймана Керимова. Об этом пишут сегодня ведомости, ссылаясь на источник, который видел решение суда. Он предполагает, что все это связано с вердиктом лондонского международного арбитражного суда. В ноябре прошлого года он обязал Керимову выплатить бывшему депутату Госдумы Ашоту Иге Азаряну 250 миллионов долларов, которые тот вложил в строительство гостиницы «Москва». Деньги эти, говорит собеседник ведомостей Керимов, и не начинал переводить. Какие из его активов попали под заморозку, точно неизвестно, но источники называют среди них футбольный клуб Анжи, пакет акций золотодобывающей компании «Полюс Голд» и сеть кинотеатров «Синема Парк», владельцем которой значится сын Керимова. Игроки на азиатских биржах в сомнениях. Одни фиксируют прибыль после роста, другие ждут торговых идей от корпоративных отчетов. Наши МВБ и РТС открылись тоже в разных цветах. Рубль с утра пораньше уже начинает укрепляться. Доллар на межбанке 51.80, евро 54.60. Укрепившийся рубль подтолкнул интерес россиян к зарубежным турам. Спрос на них в последние недели вырос по сравнению с мартом. Об этом ведомостям рассказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Правда, она добавляет, что до уровня прошлого года ни одно направление не дотягивает. Пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина говорит, что сейчас стали покупать даже туры в Европу, потому что евро по 55, цитата, уже не такая пугающая цифра. Но лучше всего, по словам экспертов, все равно расходятся Турция, Египет, Эмираты. А вот внутренний туризм, наоборот, затормозился. Как объясняет Тюрина, даже те, кто выбирает туры по России, все равно посматривают за рубеж. Яна, а ты, кстати, за рубеж посматриваешь? Ну, пока только посматриваю. Раз ты задаешь такой вопрос, Денис, билеты у тебя на майские точно куплены? Нет, ты знаешь, у меня пока в планах на майские только посмотреть салют в Москве. Ну, тоже вариант. Спасибо, Денис Талалаев, с обзором деловых новостей. В США ушел с молотка более чем за один миллион долларов блокнот выдающегося английского математика и криптографа Алана Тьюринга. Все страницы этой записной книжки заполнены сложными математическими расчетами. Именно с их помощью ученому удалось взломать код шифровальной машины «Энигма», которой пользовались гитлеровские войска в годы Второй мировой войны. Многие исследователи полагают, что этот блокнот – единственная рукопись Тьюринга, сохранившаяся до наших дней. Имена покупателей и продавца исторической реликвии по понятным причинам не разглашаются. Во Владивостоке сегодня полным ходом идет подготовка к празднованию 70-летия Победы. Одним из главных в череде праздничных мероприятий будет шествие под названием «Бессмертный полк». Дети, внуки и правнуки участников Великой Отечественной, которые не дожили до этих дней, пронесут их фотографии по центральной улице города. Портреты уже изготавливают в одном из фотосалонов, причем совершенно бесплатно. Сергей Анцыкин передает из Владивостока. Вот. Ну, он говорил, что горы, а потом вот ровное место с фото. Проследить фронтовой путь своего отца Константина Кондратенко, председателю городского совета ветеранов, помогают подробные географические карты. Передвижения советских войск, брошенных на освобождение Китая от японских милитаристов в августе 45-го, зафиксированы и в редком издании «Морского атласа». Форсировали Усури, сократили город Жорохе, и от Жорохе дошли до города Баоцина. Впрочем, ни одна схема не сравнится с живыми воспоминаниями реального участника тех событий. Отцовские рассказы о боях с Квантунской армией Сергей Кондратенко помнит еще со школьной скамьи. С высоткой застричил пулемет. И, значит, буквально, и без команды вот так просто все остановились, все, значит, угрозы, автоматы побежали туда. И когда они захватили высотку, вытащили этого японца из ДОТа, ДОТа, он был прикован к пулемету. Смертик. Сергей Кондратенко бережно хранит семейные реликвии. Военный билет отца и две его фронтовые фотографии. С одной из них правнук ветерана Второй мировой, старшеклассник Иван, уже дважды выходил на парад победы в составе бессмертного полка. Нынешнее юбилейное шествие не станет исключением. Все видно, и фразка, и лицо у него, петлички, знак ГТО. Портрет изготовили в одном из городских фотосалонов, причем абсолютно бесплатно. Именно так сотрудники этого ателье решили поддержать народную акцию «Бессмертный полк». Прежде чем распечатать копии большого формата, дизайнерам часто приходится реставрировать сканированный оригинал. За семь десятков лет фронтовые фотографии в лучшем случае пожелтели или покрылись трещинами. Это еще не самое сложное. То есть, на самом деле, это еще очень хорошо. Потому что бывает приносят такие кусочки. Там очень долго приходится делать. Люди радуются, когда мы прямо останавливаемся красиво. В семейном архиве педагога Анны Дружининой осталась и вовсе единственная фотография ее деда-фронтовика. Историю простого солдата она опубликовала на сайте «Бессмертного полка». Григорий Григорьевич воевал в Мурманской области и погиб в боях с немецкой горной дивизией на полуострове Средний. О смерти супруга, бабушка Анны Дружининой, узнала не из похоронки, а из личного письма командира. При его смерти я лично присутствовал, и он мне сказал, ну, командир, все, и помер. Это были его последние слова. Да, мой дедушка, у нас нет медалей, да, он не сказать, что там, нет никаких там героических данных о его сражениях. Но вот те условия, в которых они там стояли, в которых они воевали, это подвиг. Из года в год число желающих зачислить воевавших родственников «Бессмертный полк» становится все больше. По точным подсчетам, 5000 человек с фотографиями ветерана Великой Отечественной замыкали колонны Парада Победы в прошлый раз. Участниками предстоящего шествия, который пройдет здесь, по центральной улице города, станут уже 10 тысяч жителей Приморья. Сергей Ансидин, Алексей Григорьев и Максим Минцев, телекомпания НТВ, Владивосток. Несколько неприятных минут сегодня пришлось пережить пассажирам и членам экипажа рейса авиакомпании «Аляска Эйрлайн», слетевшего из Сиэтла в Лос-Анджелес. Сразу после взлета они услышали истошные крики и удары, доносившиеся из багажного отсека. Возмудителем спокойствия оказался грузчик, который, вероятно, заснул на рабочем месте. Спустя всего 14 минут полета командиру пришлось запрашивать экстренную посадку. Перепуганного сотрудника аэропорта отправили на медосмотр, а самолет вскоре продолжил свой рейс. Больше новостей на нашем сайте ntv.ru. А наш выпуск на этом завершен. Спасибо за внимание. До встречи. У меня всегда с собой мизин. Мизин. Здорово желудку с ним. О погоде на завтра в студии Ирина Полякова. Доброе утро. На веке Дальнего Востока погоду портит активный циклон. Больше всего достанется Забайкалью. Там завтра сильные осадки и штормовой ветер. В Чите после аномального 20-градусного тепла останется лишь плюс 11. В Амурской области тоже ливни. Порывистый ветер. Но в Благовещенске пока плюс 18. Этот энергичный циклон заденет и Якутию. Там тоже довольно сильные осадки. Особенно в южных районах. Но сюда пока идет более теплый воздух. В Якутске плюс 4. И только юг Хабаровского края. Приморье в стороне от непогоды. В Владивостоке плюс 11. В Хабаровске плюс 12. А в Сибири в самом ненастье Иркутская область. Там дожди. Порывистый ветер. В Иркутске плюс 9. На юге в центре Красноярского края дожди небольшие. Ветер стихнет. В Красноярске плюс 10. Около 10 тепла. В Омске и в Тюмени. На Урале, Викторинбурге плюс 12. Дождей. В Челябинске плюс 13. И солнечно. На европейской территории России погода останется во власти циклона. В его арсенале облака осадки и неприятный порывистый ветер. На севере в Мурманске снег. Снег с дождем. Там завтра плюс 4. В Архангельске плюс 7. Дожди. В средней полосе тоже дожди. Температура вернулась к климатической норме. Днем в Ярославле плюс 9. В Орлее плюс 8. В Воронеже и в Казани плюс 10. В Саратове 12. Тепла. В Самаре 14. В Наги погода дождливая и ветряная. Местами не исключены грозы. В Сочи плюс 11. В Севастополе 14 градусов. В Петербурге ночью плюс 1.3. Днем плюс 5.7. Временами дожди. В Москве ночью 0.2. В Подмосковье даже до минус 3. Поэтому не исключен мокрый снег. Днем плюс 6.8. Местами небольшой дождь и опять довольно сильный ветер. У меня пока все. Смотрите погодное.